Продолжим разговор об эпидемии. Ко мне в студии присоединился профессор Альниты Дельман, бывший председатель Всемирной Ассоциации Врачей. Профессор, здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер, добрый вечер. Как вы оцениваете положение дел на данный момент? Вот мы только что слышали, что профессор Ронни Гамзу, в общем-то, весьма оптимистично оценивает ситуацию, за исключением красных городов. В целом, по стране процесс идет нормально. В этом-то вся и проблема? Через неделю можно уже будет ограничения снимать, а что вы по этому поводу скажете? В этом-то вся и проблема, что когда мы вышли из первого локдауна, было ясно, что остались очаги. Этими очагами не занимались. Когда в мае месяце было очень мало случаев обнаружено, в июне началось повышение, мы говорили в этой студии, что надо закрыть эти очаги, санитарные кордоны, как положено заниматься эпидемиями. Так же, как сейчас в Европе делают районы, которые большое количество зараженных, надо их закрыть. В Израиле из политических соображений это не сделали. И поэтому мы сегодня все находимся в этом карантине, мы находимся все в этом положении, потому что эти районы не закрыли. Я не вижу никаких причин, чтобы политика в этом смысле изменилась. Понятно, что если 10% по всей стране в среднем, это значит, что есть места, где 3%, и они тоже закрыты в таких же условиях, как те, которые находятся там, где каждый третий, 30% зараженных. Все время было известно, что есть районы, где 28, 25, 30% зараженных. То есть положительные результаты приходят не в 10%, не каждый десятого, у каждого третьего. И эти районы не закрыли, и я не вижу никакой политической, а сейчас изменения, которое бы привело к тому, что наконец началась бы правильная политика дифференциального локдауна, дифференциального подхода. И вы же видите, что сейчас, буквально в последние минуты, было сообщение о том, что Рабаним в Бнейбраке официально всем разрешили делать то, что называется акафот вокруг синагог во время Симхат-Тора. Это то, что на протяжении последнего времени я говорил, что когда будут эти опять скопления народа, будет повышение. Будет скоро уже 900 тяжелых больных, больницы перегружены, нет сил у медицинских работников, происходит невероятно, и все из политических событий. То есть вы считаете, что главная ошибка в нашей борьбе с коронавирусом, это не безответственное поведение граждан, которые не носят маски? Нельзя сваливать на граждан. Граждане не могут... А проблема в том, что красные зоны остаются свободными для въезда-выезда, и поэтому эпидемию нам не остановится. Я вам сегодня уже говорю, что вы увидите, что эти зоны не будут закрыты герметически, как нужно их закрыть. При этом нужно опаздывать помощь этим людям, которые в этих областях находятся. Нужно помогать им. Это не делается. Они должны почувствовать, что им хотят помочь, потому что то, что делается, это для их здоровья в первую очередь. Это не происходит. Так что вы увидите еще длительное время, у нас будет тяжелое положение. Если, понимаете, после того, как был локдаун сейчас объявлен, должно было через 7 дней быть резкое снижение количества положительных ответов. Это не произошло. Почему? Потому что люди на самом деле продолжают вот эти скопления, продолжаются эти скопления. Мы находимся в периоде праздников. Я пошел в синагогу в Йом-Кипур. Я вижу в начале Йом-Кипур, когда было то, что называется колни-дрей, люди сидели снаружи. В конце, когда то, что называется нейла, люди были внутри, кричат, поют, молятся. При этом распространяют этот вирус на десятки метров. И при этом, понимаете, мы сейчас видим пример, очень интересный пример из Соединенных Штатов. Президент Трамп, там же состояние такое в Соединенных Штатах. Ты когда на улице можешь видеть сегодня, кто голосует за республиканцев, кто голосует за демократов. Те, которые голосуют за республиканцев, они без масок. Те, которые голосуют за демократов, они с масками. Трамп объявил на события, то, что называется розовый сад в Белом доме, объявил он в своем назначении в Верховного Судинового. 20 человек заразилось на этом мероприятии. На этой церемонии, да. На этой церемонии. 20 человек заразилось на этой церемонии. И, возможно, что заразилось больше. Они еще не проверены, эти люди. То есть, оказался там, то, что называется суперспредер, человек, который больше заражает. Многие люди, большинство подавляющее, 80% людей мало заражают. 20% людей заражают большинство зараженных. Двое из десяти, это опасный биологический бомб. Но это никто не знает. Они сами этого не знают. Профессор, еще один вопрос. Сегодня утром Минздрав опубликовал результаты сирологического исследования в национальном масштабе, которое позволяет оценить по наличию антител, сколько людей в Израиле были заражены коронавирусом. Вот исследование показало, что коронавирус перенесли 5,5% израильтян. О чем эти цифры говорят? Это много, это мало, это хорошо, это плохо? На это здесь очень простой ответ. Нет. Сравним с Нью-Йорком. По штату Нью-Йорк в 10 раз больше людей столкнулись с вирусом, чем были обнаружены. В самом Нью-Йорке 20%, то есть гораздо больше. Но при этом, если 5%, скорее всего, это даже в районах, которых я говорю, гораздо больше, это в среднем по стране 5%, как правило, в скоплениях, в метрополисе 10%, 12%, 13%. В Москве, кстати, это давно уже делали, и было тоже пришло 13%. Примерно те же самые цифры. В больших местах 20% и больше народу столкнулось с вирусом, по сравнению с количеством зараженных, это примерно в 10 раз больше. Окей. То есть у нас ситуация не угрожающая пока, 5,5% это цифры минимальная. Те, которые заразились, нет. Вопрос другой, потому что те, которые заразились, они второй раз не заразятся, как правило. Поэтому думают, что можно дойти до 70%, чтобы был коллективный иммунитет. Мы очень далеки от этого. Нам еще пока это не грозит. Мы очень далеки от этого. Коллективный иммунитет у нас не будет так быстро. С другой стороны, тяжелых больных будет еще много, и перед нами еще длительное время будет стоять эта проблема. Однако с карантином мы можем начинать прощаться через неделю, если динамика событий будет продолжаться такой, какая она есть сегодня. Я надеюсь, что перейдут к дифференциальному подходу. То есть программа «Светофор» начнет работать, «Светофор» зажжется и загорится. Мы называли это дифференциальным подходом уже давно. Это подход, который очень... Единственный подход правильный. Потому что на самом деле сегодня меня больше, чем это, беспокоит то, что из-за того, что вся страна экономически страдает, люди будут более бедные. Более бедные люди, они и более больные. Будет гораздо больше больных. И в этом плане мы еще столкнемся на протяжении многих лет с последствиями того, что сегодня происходит. Этого года, да, который останется в памяти, думаю, многих. Профессор Эдельман, большое спасибо за эту беседу. Будьте здоровы. Взаимно. Продолжение следует...